Наталья Владимировна, каким временем мы располагаем? Обещали недолго. Недолго? Да, хорошо, мы постараемся быстрее. Я тоже, как и коллеги с телеканала, с пятого канала, тоже принес газету, которую раздавали жителям Крыма. Забрали последнюю. Здесь тоже изображено. Скажите, как японцы поймали вас в прицел? Они были у вас в гостях или как-то по-другому это произошло? Да нет, в гостях их не было у меня. Для меня, кстати, это тоже большая новость, я не ожидала вот такой вот реакции. Вот, очень действительно активно, как оказалось, мой персонаж вызвал какой-то ажиотаж. Как я могу отреагировать? Ну, с японцем вы и так вот не пресекались. Ну, может быть, на пресс-конференции только где-то, да? Конечно же, нет, нет. Совершенно нет. Общая пресс-конференция, общие журналисты отдельно с японцами, я никогда нигде не пересекалась. Понятно. А сами мультики смотрите какие-нибудь? Ребенок смотрит, я не смотрю. А ребенок взрослый? 9 лет. Да, Владимир Владимирович, вот, насколько я знаю, вы были непосредственно свидетелем, да, событий на Майдане, которые произошли, вот, ну и в целом в Киеве, не только на Майдане. Вот как, по-вашему мнению, Генпрокуратура Украины могла повлиять на эту ситуацию, возможно, какими-то действиями предотвратить все эти события? То есть прокуратура была безучастна свидетелем происходящего и все-таки как-то воздействовала на случай вондолизма, насилия, бандитизма? Генеральная прокуратура на тот период времени выполняла все функции, которые были на нее возложены, но, к сожалению, общее руководство страны на тот период времени, по всей видимости, ну, как оказалось впоследствии, все мы были свидетели, все нам известно, что произошло, да, по всей видимости, просто, ну, ну, как-то не справилась, поэтому оценивать работу правительства я не буду, того правительства Украины, потому что это мое субъективное мнение, занимая данную должность, я выражать свое субъективное мнение по работе бывшего руководства, ну, я считаю, что в настоящее время единственного легитимного, в настоящий день руководства я не буду. Ну, то есть, если так говорить таким образом, да, то есть, генеральная прокуратура предпринимала какие-то меры, но она встречала попытки, может быть, со стороны правительства, да, пресекать, пресечь работу над прокуратурой? Вы знаете, на тот период времени, когда все события начали происходить на Майдане и происходили, я занимала должность рядового сотрудника, это старший прокурор второго процессуального отдела и выполняла непосредственно свои должностные обязанности. Да, наше управление, главное управление дежурили по событиям на Майдане, мы всю информацию систематизировали, мониторили, отслеживали, контролировали, то есть, работали и выполняли сугубо свои должностные обязанности. Все, что происходило на уровне руководства, какие переговоры, какие мероприятия планировалось провести, проводились, мне неизвестно. Что касается работы обычного рядового состава прокуратуры, все их выполняли добросовестно, и все прекрасно понимали, что в государстве происходит, мягко говоря, расцвет такого вот, даже не бандитизма, беспредела, неконтролируемого беспредела. Те люди, которые стояли на Майдане и указывали, отдавали команды просто куче народа, они не задумывались о благосостоянии, о безопасности граждан, которые проживали в Киеве. Это просто неконтролируемый процесс, неконтролируемый никем. Поэтому все, что касается сотрудников прокуратуры, Генеральной прокуратуры Украины на тот период времени, все работали, все выполняли свои должностные обязанности, но произошло то, что произошло. В настоящее время Генеральная прокуратура Украины занимает позицию, на мой взгляд, позицию защиты, поскольку лучшая защита – это нападение. Ничего не остается другого, как нападать на нас, на меня в том числе, возбуждать уголовные дела, объявлять в розыск, выносить решение судовое о моем задержании. Они, прежде всего, должны оценить свои поступки, свои действия, как они действуют – законно, либо незаконно. Виталия Владимировна, а Вы сейчас общаетесь с киевскими коллегами? Ну, с моими друзьями, конечно, я общаюсь, в том числе друзья, которые остались в Генеральной прокуратуре Украины. Достойные люди, благородные и очень мудрые. Ну, в силу различных причин, они сделали для себя такой выбор – остаться в Киеве и остаться работать в той, в той. А Ваш поступок с рапортом об увольнении – это единственный случай, или же Ваши коллеги тоже бы увольнялись? Ну, для начала уволились руководители Генеральной прокуратуры, это заместители Генерального прокурора Виктора Павловича Пшонки. Вот, насколько мне известно, они писали рапорта некоторые. Я их не видела, поэтому комментировать не буду. Меня никто не ознакомливал с рапортами сотрудников моих коллег. Все, что я знаю и официально могу подтвердить – это только то, что я сама написала рапорт на увольнение, когда произошли все события, когда исполняющий обязанности президента Турчинов приехал к нам в Генеральную прокуратуру и представил нам исполняющего обязанности Генерального прокурора Махницкого. После этого я написала рапорт на увольнение по собственному желанию. Мне его никто не подписал, ввиду того, что, не знаю, по различным, может быть, причинам, ну, пояснили то, что я устала, и мне необходимо как бы отдохнуть, прийти в себя, и все наладится, все нормально. Я высказала свою позицию по поводу того, что все, что произошло в Киеве, это… Я этого не понимаю. Это нацизм. Я прямо тогда сказала всем, что это расцвет нацизма, так нельзя, мне стыдно за наше общество, мне стыдно за наши поколения, мне стыдно за тех руководителей, которые сейчас сидят и там руководят непонятно чем. Чем они и кем руководят? Нацистами, теми людьми, которые нас убивали, которые убивали наших дедов, были предателями. Я свою позицию высказала сразу. Собрала вещи и уехала, даже с учетом того, что меня только отпустили в отпуск. Но я уже прекрасно понимала, что я туда не вернусь. Приехав сюда домой, к родителям, я обратилась в правительство Крыма с просьбой, чтобы меня как-то приняли. Я внесла свою лепту, чем-то помочь. Вот для того, чтобы бюллетени печатать. Чем-то помочь. Общественной деятельностью, чем угодно. Вот. И на тот момент я не знала, что я буду занимать такую должность. Но я благодарна, опять-таки, правительству и благодарна всем, кто оказал мне такое высокое доверие. Могу сказать, что я не подведу и буду делать все, что зависит от меня, для того, чтобы наш Крым процветал. И не было такого беспредела, который устроили в Киеве. Далее, вот еще такой вопрос. Когда вам было, если можно так сказать, страшнее выразиться, да? Когда вы добивались приговора виновен для члена группировки Башмаки? Или во время киевских событий? Ну, или, возможно, сейчас, когда вы заняли такой непростой пост, ну, как уже было сказано коллегами, от которого отказались 24 человека, мужчины? Ну, по поводу преступной группировки Башмаки, помимо этого уголовного дела, у меня была масса уголовных дел не менее ответственных и не менее страшных. Поэтому, ну, да, конечно, переживала, переживала за свою семью. Ну, это моя работа. Это моя работа, я действовала по закону. И все приговора, которые были вынесены с моим участием, это моя работа, которая выполнена достойно. По поводу действий на Майдане, страшно, не страшно, мне было противно. Мне было обидно и противно. Обидно, что я живу в такой стране, непонятно какой. Мне было просто, Хейлз, куда-то убежать, улететь, чтобы никто не знал, что я гражданка Украины. Вот честно, ну, как же это так? Это в разумной голове просто не может никто этого понять. Нельзя допускать такого, нельзя узаканивать нацизм, нельзя такого допускать. Коллега из Комсомаска, правда, возьму у него инициативу и немножко остынем в разговоре. Расскажите, сейчас вот по какому кодексу вы работаете, по украинскому или по российскому? И хватает ли этих бумажных книжек для следователей, которые на Земле работают? Ну, бумажных книжек у всех хватает. А по поводу кодекса, в настоящее время мы работаем по украинскому кодексу. Мы вот ждем, ждем, когда мы уже перейдем окончательно на кодексы и законы Российской Федерации. А это генпрокуратура России должна что-то привести или там какой-то... Нет, мы все должны приводить, создана рабочая группа, мы в стадии переходного периода, вот временный период, самый сложный переход, когда мы должны адаптироваться и уйти из украинского законодательства на российское законодательство. Это все будет сделано, все будут работать, все будут переучиваться и все будет хорошо. Закон будет работать, закон есть. Это до конца года тоже переходный период, да? Согласно федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию, то со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов и до 1 января 2015 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции новых субъектов в Российской Федерации в экономическую, финансовую, кредитную и правовую систему Российской Федерации и в систему органов государственной власти Российской Федерации. До 1 января 2015 года действует в этот переходный период, самый такой сложный. Наталья, еще такой вопрос. Один мой знакомый, прокурор московский, сказал, он тоже по субботам и по воскресеньям там постоянно где-то на работе находится. Он сказал, что хороший прокурор, он должен быть бездомным и сиротой. Согласны с этим? Нет, хороший прокурор не обязательно должен быть бездомным и сиротой, потому что он должен быть многогранен и успевать везде. И быть хорошим сотрудником, хорошим прокурором. Ну и также он имеет право на свою жизнь, личную жизнь. Сколько не может быть обделен в чем-то. Это право каждого гражданина, в том числе и прокурора. Хотел спросить про взаимодействие с милицией. Как у вас осуществляется взаимодействие? Хватает ли специалистов, экспертов, судмедэкспертов? Ну, недостатка кадров не ощущается. Все как работали, так и работают. Хватает судмедэкспертов, хватает криминалистов, экспертов, различных деятельностей по видам экспертиз. Хватает всех. Все работают, все есть на местах. А вот я читал в российской газете, что вы выезжаете на места серьезных происшествий, на убийства. Это действительно так, да? Да, я недавно выезжала тоже на место происшествия. Это как раз 18 марта, на день рождения. И, кроме того, 18 марта был подписан вот этот межгосударственный договор. Это был самый лучший подарок. Знаменательный день. Для Крыма. День рождения вашего? Мой. Я работал на месте происшествия. И я считаю, что вот сейчас такое тяжелое время. Нужно именно сейчас уже не считаться со своим личным временем, моими личными какими-то амбициями, желаниями. А именно вкладывать все для того, чтобы перейти, настроить свою жизнь. А потом уже жизнь будет налаживаться во всех ее сферах проявления. А сейчас вот происходят какие-то бытовые убийства, изнасилования в Крыму? Ну, в Москве это происходит, потому что я знаю, я тематикой занимался. А у вас как? Ну, конечно, криминалитет тоже на месте все работает. Да? Ну, мы раскрываем, мы боремся. К сожалению, они не покинули Крым на материк. Хотелось бы, конечно, но они тоже желают стать гражданами и остаться жить в Республике Крым уже в составе Российской Федерации. Но мы их будем искоренять. Продолжение следует...